потому что, может быть, они не знали, что у нас это мероприятие проходит. Это только для подростков. 11-15 лет, соответствующий материал, соответствующие объяснения. У нас сегодня 5 занятий, всего будет 8. Не волнуйтесь, когда чуть-чуть у нас время появится, скорее всего, завтра уже днем, мы загрузим вот этот урок на YouTube, если вдруг у вас не будет времени его сейчас посмотреть до конца, поскольку мы на 15 минут задержимся. В общем, я тяну, тяну, тяну время, чтобы к нам присоединить ребята. И смотрите, давайте начнем с диктанта. Если что, ребята у нас потом сами переделают, пересмотрят эту запись. Первый диктант у нас — это диктант, когда я диктую на французском. Вы пишете, обращайте внимание на все детали, особенно это на срочные знаки, потому что меня они волнуют. И я всегда пытаюсь донести вам эту мысль, что они нам очень важны. А второй диктант чуть попозже он будет. Он у нас уже будет «Dicter Traduction». То есть я вам буду говорить по-русски, а вы будете писать уже по-французски. On y va! Давайте начнем. Первый диктант, который полегче, который у нас на французском. Два раза повторяю, а потом в конце еще раз повторю. Все, один раз. Следующая фраза. «Ил-э-та-Моску». «Ил-э-та-Моску». Ensuite, la phrase номер троя. «Вы-э-т-фатиге». Когда я говорю «ву», в данном случае я имею в виду «молодых людей». «Вы-э-т-фатигей». «Молодых людей» – это о чем-то должно свидетельствовать. On y va! Дальше. Последняя фраза, из чего четыре. «Ил-э-т-фатиге». И теперь я повторяю абсолютно все четыре фразы уже по одному разу. И вы исправляете, если вдруг что-то не успели написать. Первая фраза. Tu portes un pantalon. La фраза номеру deux c'est Il est à Moscou. Vous êtes fatigué. Мужчина или мужчина с девочками. То есть и мужской, и женский род может быть или только мужской. И последняя фраза. Elle a un cours de géographie. Теперь посмотрим, и вы мне скажете, насколько хорошо вы написали эти примеры. Давайте я их прочту. Четыре фразы. Напишите, пожалуйста, сколько фраз у вас правильно написано из четырёх. И если что-то неправильно, напишите, чтобы я тоже ориентировалась в том, что вам сложно. Возможно, я ещё диктанты на этот же момент организую, и тогда уже будет всё нам легче, поскольку чем больше мы тренируем, тем всё становится проще. Читаю, вы повторяете за мной, хорошо артикулируйте. Tu portes un pantalon. Tu portes un pantalon. Ты носишь брюки. Брюки в русском языке множество на числа, а во французском – единственного. И у нас артикль «un» используется как одни брюки. Это не неопределённые брюки, а одни, не двое, не трое, потому что, например, мы с вами обсуждали, что неопределённый артикль может так же, как и числительное использоваться. И вы можете, например, носить одни брюки, но тёплые, два свитера. То есть это тоже «un pantalon» и «deux pûlers». Так что это вот одна из функций, которую мы тоже тут тренируем. Дальше. Il est à Moscou. Он в Москве. Здесь меня интересовал предлог «a» и глагол «être». «A» со всеми городами используется. То есть «a Moscou», «a Paris», «a Cazen». Это нам нужно с вами запомнить, потому что со странами другой у нас предлог. И глагол «être» – какая у него форма. Тоже нам очень важно, поскольку мы его с вами только-только начали учить. Дальше. Обратите, пожалуйста, внимание на насрочные языки. Ещё раз давайте повторим. Здесь у нас «circumflex», а здесь «accent igu». И вот смотрите, если просто вот это предлогательное мы берём без «s», будет переводиться как «усталая-усталая». Если добавляем «y», будет женский род. А здесь мы «s» добавили, это просто мужской род, множественного числа. Но там могут быть и просто мужчины, и просто женщины, то есть и мужской, и женский род вместе, если тоже будут... Как мы с вами изучали местоимение «il». Помните, было, что «il» там может быть и мужчина, и могут быть мужчина и женщина, то есть прятаться. То есть так же и «vu». Мы за «vu» не можем понять, кто там спрятался. Мы с кем-то на «вы» разговариваем, это будет один мужчина или несколько мужчин, или мужчина и женщина. То есть всё равно будет мужской род. Так вот принято. Voilà. И последняя фраза. «É là un cours de géographie». Кстати, вместо «cours» вы могли, в принципе, написать слово «leçon», и это было бы тоже правильно. Я его сейчас напишу здесь. «Leçon». Вот это у нас «lecon» написано. А чтобы было «leçon», мы поставим здесь знак. И женского рода у нас это слово, поэтому «une leçon de géographie». «leçon de géographie». Вижу ваши ответы. Анна, 4 из 4, здорово. Марина, тоже. Мария, 3 из 4. «Êt», «z» написали. Конечно. Потому что если бы вдруг там «z» писалось, то же читалось бы иначе. И Майя тоже у нас правильно написала. Молодцы. Эти фразы вам нужно тоже отработать, потом вы над ними ещё подумайте, и хорошо, главное, нам произносить. Потому что даже если вам всё легко, вы всё правильно написали, но над произношением и над артикуляцией всегда можно поработать, чтобы прям было идеально-идеально. Следующий у нас диктантик – это «dicté de la décision». То есть я вам говорю уже по-русски, а вы пишете по-французски. Обращаю ваше внимание на тот факт, что мы с вами используем здесь лексику и слова только тех материалов, которые были именно в предыдущих четырёх уроках. Конечно же, можно как-нибудь по-другому сказать. То есть в языке очень мало таких вот прям моментов, когда только один вариант существует. Но мы с вами отрабатываем то, что было в уроках. Поэтому если что-то вам в голову приходит, но этого в уроке не было, значит, это неправильный вариант. Я покажу то, что было в уроке. Унива, начнём с вами. Первая фраза – «Обычно она не уставшая». Обычно она не уставшая. Следующая фраза – «Вы позади собаки». «Вы позади собаки». Ну, придумал такие странные фразы, но главное мне было использовать и лексику нашу, ещё по грамматике тоже что-то проверить. «Вы позади собаки». «Вы есть позади собаки». Вот собака идёт, а вы за ней. «Она в моём сердце». «Она в моём сердце». «Она в моём сердце». И последняя фраза. Собаки милые. У нас просто в прошлый раз было стихотворение о собаке. Давайте я прочту, а вы мне потом напишите из четырех фраз. Сколько у вас правильно? On y va. Normalement elle n'est pas fatiguée. У нас была эта фраза, только там была не «эль», а «я». И «уставши» это с «e», а «уставше», «я», «уставле» это через «e». То есть «e» еще добавляем, чтобы женский род был. Которое вообще на произношение никак не влияет. Следующее. «Vous êtes derrière le chien». Это тоже комбинация слов, которые у нас были в стихотворении. «Elle est dans mon cœur». «Elle est dans mon cœur». И последняя фраза. «Les chiens sont mignons». «Les chiens sont mignons». «Собаки милые». «Elle n'est pas fatiguée normalement». Можно поставить в конце «да». Три фразы у Марины. «Правильно, молодец». И надеюсь, что у других тоже. Пока не вижу. У нас с вами небольшая разница во времени. Вы меня увидите уже попозже. Если вдруг какие-то ошибки есть, пожалуйста, тренируйте. И все у вас получится, потому что это все у нас было с вами. Просто я их немножко в разный порядок поставила. Так что если вы этот принцип понимаете, то можно дальше действовать. Давайте сейчас прочтем быстро глагол «авуаха». Напишите, пожалуйста, от 1 до 10 максимально, как хорошо вы выучили глагол. То есть если прям вообще все замечательно и прописываете вы его, и произносите хорошо глагол «авуаха», значит у вас десятка. Если вообще его увидите в первый раз и никогда вообще до этого не встречали, то пишите «один». То есть вот так себя надо оценить, как хорошо. А сейчас у меня вы просто признаете и покажете вашу маму, потому что у нас тоже. Voilà. On va. J'ai une mère. Tu as un frère. Elle a une leçon de mathématiques. Elle a un cours de littérature. Nous avons un cours de français. Vous avez un garage. Ils ont une affiche. Elles ont des informations. И в прошлый раз я вам говорила, что после глагола «вах» всегда должно идти или неопределенный артикль, или какое-то числительное, чтобы вот именно этот момент, то, что кто-то что-то имеет. У меня есть одна мама, один брат, две сестры, у меня есть одна кофта и так далее. Voilà. Вы это все хорошо. Вижу, что, в принципе, у всех хорошие баллы. Здорово. Voilà. Ici. Здесь. Давайте писать с вами. Что будет здесь за глагол? Быстрее пишем. Я тоже буду писать. Надеюсь, что мы будем в ритме хорошем. Пишем. И я его буду произносить, и вы за мной повторяете. Если все хорошо написали, пишите один плюс. Дальше. Вы. 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 Завей. Букву дами. И вопрос. Вы зовей букву дами. Супер. Если все хорошо написали, пишем два плюс. Дальше. Или. Вы. Если все хорошо написали, пишем плюс. Дальше. Следующее, четвертое предложение. Не буду пока произносить, чтобы вам не мешать. Вы. Пишите два? Я J'ai une leçon, j'ai une leçon, правильно, если все хорошо написали, пишем плюс. Если все хорошо написали, пишем плюс. Super, ensuite, tu as beaucoup d'accessoires, nous, nous avons une dictée. Super, и последнее, elles ont deux jupes. Все, повторяем, если все хорошо написали, пишите плюс. Paul a un petit chien blanc. Maintenant, vous avez beaucoup d'amis, ils ont beaucoup de cours. J'ai une leçon, elle a un cours de géographie. Tu as beaucoup d'accessoires. Nous avons une dictée. Elles ont deux jupes. Bravo, bravo, вижу, что, в принципе, вы все хорошо написали. Если это так и все легко, то вы молодцы. Приступаем к следующему упражнению. С глаголом être, давайте сначала его прочтем. Я не говорю. Хорошо, я знаю. Вот наши слова как раз таки из диктанта тоже они у нас. Обращаю ваше внимание, что вот эти две фразы, здесь у нас есть такое понятие, как связка, и она может быть, а может не быть. Это факультативно, то есть как вам хочется. Обычно вот такие факультативные связки мы не произносим, потому что все ленимся, чем больше произносить, тем больше энергии тратить, так что стараемся не произносить. Так что можете красиво произносить «il est en Russie», «il est en France», можете «il est en Russie», «il est en France», и первый и второй вариант правильные. Немножко первый, когда с «t» такой аккуратный, и для людей, которые прям совсем внимательно к своей речи относятся. Но второй ни в коем случае не какой-то, например, вульгарный. То есть его тоже большинство людей говорит именно так. Бен. Проверяем с вами упражнение. Следующее. Тут нужно поставить в правильную форму глагол «être». С'il vous plaît. Первое. «Mon ami est en France» или «est en France». «Mon ami est en France» или «est en France». То есть тоже произношу или не произношу. Дальше. «L'école». Пишите, жду ваших вариантов. «L'école» – «школа в Москве». Мы в русском вообще не произносим глагол, а здесь он обязательно должен быть. «L'école est en Moscou» или «est en Moscou». И так и так можно. Факультативная связка. Вы потом будете продолжать изучение и услышите. Узнаете, что у нас есть несколько видов связок. Факультативная, запрещенная обязательно. Это факультативная. Дальше. «Собака бежевая». «Собака бежевая». Глагол «le chien». «Voilà». «E le chien est beijer». «C'est ça». Дальше. «Elle». Девочки. Видите, я вам несколько девочек написала. У нас с вами мало времени. Мы не можем прям все моменты выучить. Но вот уже на таких примерах показываю, какая разница. Что если девочки их много, то мы сначала «e» добавляем, потому что это девочки. А так много еще «es». Вот они у нас три. И все усталые такие. «Voilà». «Elle sont fatiés». «Bravo, Марина». Вижу ответ. Дальше. «Vous». «Вы в школе находитесь». «Vous». «Vous êtes». Красиво читаем. «Vous êtes à l'école». «Vous êtes à l'école». «Bravo». Дальше. «On» у нас, атлет, спортивный такой, комсомолец прям. «I le...» «Voilà». «I le atlet». В русском говорим просто «он атлет», «он спортсмен». Нет глагола. Дальше. «Le concours». «Conкурс интересный». «Bravo». Моя задача, чтобы вы все это имели представление. У вас в русской фразе нет этого, а вы когда в французский говорите, она должна у вас в голове же появляться. То есть прямо уже мыслить можно по-французски даже такими маленькими фразами. Ну и, во-вторых, конечно, очень важно то, как оно пишется. Дальше. «Ну, мы устали, мы уставшие». И посмотрите, здесь как раз-таки мы добавили только «с», несмотря на то, что здесь есть два молодых человека, уставшие, и еще одна девушка тоже. Но они все равно как бы мужского рода. Если вот здесь сверху было у нас три девочки, то мы еще ее добавили, а здесь два мальчика и девочка просто «с» мужского рода. Voilà. Следующее. Здесь «nous sommes fatigés». Следующее. «Ты». «Э». «Браво». «Эколиэра». И тут это форма женского рода. «Ты школьница». Мужской род пишется без «э» и без вот этого знака. «Эколиэ» будет произноситься. А девочка «эколиэра». Сейчас я вам как раз-таки здесь напишу мужскую форму, как сказать «школьник». «Эколиэ», а это «эколиэра», «школьница». И последнее. «Я перед моим другом». И давайте все красиво прочтем, хорошо артикулируя. Напишите, пожалуйста, сколько из десяти у вас правильно. Надеюсь, что большинство. А может быть и все даже. У него «Мон ами» – это Франс. «Л'эколэ» – это Москву. «Лэшья» – это «бэж». «Ж» – хорошо произноситель, чтобы не было «ш». Не оглушайте. Дальше. «Elles sont fatiguées». «Vous êtes à l'école». «Il est athlète». «Le concours est intéressant». «Le concours est intéressant». «Nous sommes fatigués». «Tu es écolière?» «Tu es écolière?» И последнее. «Я вам очень настоятельно рекомендую хорошо научиться это читать, произносить, чтобы не было рубленного, все плавно произносите. А во-вторых, еще можете переписать это в свои тетрадки, чтобы вы и орфографию продумывали. И смотрите, опять повторяю, у нас с вами мало времени, мы не можем много-много тем взять. Но вот на таких примерах я вам уже немножко рассказала, что вот множественное число. Если «s» добавить, то множественное число получится. Если «e» добавить, то женское. Это не стопроцентное правило, есть немножко некоторое количество исключений. Но в большинстве случаев это будет работать. То есть вот на таких фразах, которых немного, вы уже можете по этому примеру запомнив их, а потом дальше, может быть, что-то еще лучше запомнить и быстрее. Так что я вам очень-очень-очень рекомендую на эти фразы обратить внимание. «Они-ва», дальше мы с вами работаем. «Ля» у нас… «Вижу ваши ответы». У нас у Марины 10, у Анны 10, у Марии тоже 10. У нас собрались с вами практически все отличники. Или просто другие не пишут. Пишите. Если не занимались, то не страшно. А так, может быть, что-то непонятное. Именно из того, что я объясняла, отвечаю только на те вопросы, которые конкретно к курсу относятся. Если вдруг что-то непонятно, пишите. Мы с вами в прошлый раз делали пять фраз. Скажите, пожалуйста, вот эти пять фраз мы с вами сделали, вам все понятно? То есть вот что мы тут за артиклей поставили? Это у нас есть в записи, если вдруг вы не видели, четвертого урока на YouTube, на канале. Вот. Эта запись тоже будет на YouTube завтра, скорее всего. Может быть, и сегодня, но, скорее всего, завтра. Хорошо. Здорово. Тогда мы с вами начинаем с шестой фразы. Начинаем с шестой фразы. И давайте поставим здесь какие-то артикли, которые нам нужны. В шестой фразе какой артикль? Пишите. Я жду. Вузыкуты. Вузыкуты. И я поставлю здесь, ожидая вас, надеясь на то, что вы уже ответили, два артикля. Объясните мне, пожалуйста, какая ситуация? У нас уже была такая ситуация. А здесь такая. Какая ситуация у нас здесь возникла, если мы говорим «vous écoutez les chansons». Что это за песни такие, когда я говорю «vous écoutez les chansons»? Или же вторая ситуация «vous écoutez les chansons». Вижу, что вы тоже пишете два варианта. Это здорово, так и надо, потому что артикль – это неоднозначная тема. Вот мы про дату говорим «le», например, сегодня у нас «le quinze juin», 16 июня, и пишем с определенным артиклем. Но есть такие ситуации, когда можно сказать «un quinze juin», и это будет переводиться как «однажды, 15 июня, что-то, например, произошло», а не просто 15 июня. Так вот, тоже вижу, что вы знаете, еще раз объясню своими словами, потому что несколько вариантов объяснения тоже всегда полезно. Так вот, если «vous écoutez les chansons», и можно в форме вопроса, например, «vous écoutez les chansons», а вы слушаете эти песни, вы слушаете эти песни. То есть, например, я у вас спросила бы, а что такое за стиль какой-нибудь R&B или что-то. Я скажу вам, что я никогда вообще даже не знаю, что это такое. У меня, например, музыка какая-то на фоне играет, и мне говорят, да вот вы слушаете эти песни вот такого стиля, что вы говорите, что вы их не знаете. Или, например, мы с вами про какие-то песни говорили, и потом я их слушаю, эти песни, чтобы, например, их выучить. Или мы с вами действительно какую-то песню французскую учим, и я вас могу спросить, а вы эти песни слушаете? Потому что если вы не слушаете, мы их с вами не выучим. А еще, например, я могу сказать, что я слушаю песни разные, то есть не музыку, например, есть люди, которые классическую музыку слушают, там нет слов. А я песни разные слушаю, разные вообще, и могу слушать и песни в одном стиле, и в другом. То есть вот этот артикл у нас будет переводиться как разный, несколько. Вот вы про них ничего не знаете, я вам ничего не говорила. Дальше, следующее, седьмой вопрос. Пишу сразу артикль я вам. А вы мне, надеюсь, тоже такой же артикль. Тут всегда сложности будут. Подожду больше ответов, потому что... Но сейчас объясню, почему. Когда вы скажете la grande ville, что это такое значит? Как вы это переведёте? Как вообще эту фразу можно перевести? La. Я скажу, что üno, и объясню, почему. Неопределённый артикль. Потому что определённый можно перевести как тот самый. Тот, о котором мы говорили. В большом городе. А разве он какой-то большой... Ой, разве он один-единственный большой город? Вот я вам скажу, я живу в большом городе. Вы поймёте, какой это город? Или, например, я скажу, хорошо жить в большом городе. Но больших же городов много, я не имею в виду конкретный город. И тут, получается, в любом одном большом городе жить хорошо. Почему? Потому что есть театры, потому что есть кино, потому что много кафе. А в маленьком городе такого нет, например. То есть в любом, каком угодно, я возьму один город, и в нём будет хорошо жить. Д'accord? То есть dans une grande ville. Если вы скажете «dans la grande ville», например, это гипотеза совершенно, я не думаю, не могу сейчас представить такого. Например, есть Москва, большой город, где много шума и так далее. И вы говорите, я не люблю жить в большом городе. Вот именно в этом большом городе я не люблю. Но если какой-то будет другой большой город, у которого будет какое-то принципиальное различие, можно сказать, что вот в таком большом городе я буду жить. Но это, опять же, какой-то конкретный город вы показываете. А вот если просто так бывает хорошо жить в большом городе, или вы не знаете, в каком городе я живу, я с вами делюсь, что вот город, в котором я живу, большой. Вот. Д'accord? Voilà. J'habit dans une grande ville. Вот. Я не знаю, где живёт Кристина. Потому что тут ещё такое есть понимание. Нам важно, чтобы собеседник не чувствовал себя некомфортно. Если я вам скажу «да я в том самом большом городе живу». Или, например, «мы давай с тобой встретимся в том самом большом кафе». Это вы же… Если я вам не скажу, какой город или какой кафе, мы с вами ни за что не встретимся никогда. Вот просто, чтобы вам полегче было, например, с каким-то другим предметом. Я читаю одну… Я читаю интересную книгу. Это, в принципе, то же самое. Одну интересную книгу. Это по-французски будет «un livre intéressant», тоже с неопределенным артиплем. Потому что вы не знаете… Книг очень много интересных. А я читаю одну из интересных книг. Или, например, у меня… Чтобы вот городу поближе было, вы мне говорите, что уже понимаете или не понимаете, что вот я вам буду много примеров давать. Вот я тут читаю одну интересную книгу. Я посмотрел очень захватывающий фильм, например. Один… Не тот самый захватывающий фильм, который мы с вами обсудили, а я посмотрел тут один захватывающий фильм. В русском вы даже себе один добавите. Или я посмотрел захватывающий фильм, и потом начнёте объяснять, чтобы человек долго себя не увидит, но не чувствует. Это как в русском у нас тоже вот есть какие-то определенные механизмы того, как человеку объяснить, чтобы вот он не терялся. Так и во французском. Вот благодаря этому артиклю мы показываем, что «dans une grande ville» ты про него ничего не знаешь, «la ville s'appelle» и потом «город» назовёте, как он будет называться. Скажите, пожалуйста, эту функцию понимаете, почему здесь «une» а не «la grande ville»? Поставьте, пожалуйста, «plus». Вот это очень важно. Когда у вас будут возникать сложности, попробуйте заменить на «la» и перевести как тот самый, тот, о котором мы с тобой говорили. Если вот это к ситуации и уникальный, если это к ситуации подходит, значит, в принципе, это возможно. Вот как я про песни сказала. Если это невозможно, если собеседник потенциально об этом ничего не знает и не догадывается, и догадываться не может, то мы ставим всё-таки неопределённый артикль. Вот вижу, здорово, Анастасия и Марина, понимаете? Ну, вот это придёт. Каждую фразу анализируйте, тогда придёт. И дальше, последняя, восьмая фраза. Это «ву зэмэ» и что мы здесь поставим? «Ву зэмэ» лё кафе. «Ву зэмэ» лё кафе. Почему здесь «лё» кто-то может мне объяснить? Вот тут у нас попасть пошло с неопределённым артиклем. Я вам говорила в прошлый раз, что есть такой... Вот такого у нас вообще, Кристина, не было артикля, что у нас есть такое понятие, как обобщение. Когда я о чём-то говорю и имею в виду, что всё вообще, о чём я говорю, вот под это подпадает. Например, у нас был с вами такой момент, как «кошки милые». Вот здесь фраза пятая. «Все кошки милые». Я имею в виду, что мне нравятся кошки, я думаю, что там панды милые, например, волки такие осторожные, там, например, киты большие. То есть что-то, что... И, разумеется, есть маленький китёнок, разумеется, есть кот, который царапается и так далее. То есть, но я обобщаю. Точно так же после глаголов «любить» я обобщаю. Я люблю кофе. Разумеется, есть такие типы кофе, которые я никогда не буду пить. Или, например, я вам скажу, что я люблю сладкое. Но я не всё сладкое люблю. Но, в принципе, могу сказать, представьте, что я сладкоежка. Но есть такие торты, которые я в жизни есть не буду. И шоколадки тоже. Если шоколадку мне с перцем предложить, я не люблю шоколадку с перцем, но шоколад я люблю. Я люблю, например, вдруг я скажу, я люблю... Я не люблю насекомых. Всех насекомых я не люблю. То есть, я там тоже употреблю определённые артики, потому что я в своей голове обобщаю. А потом я уже какие-то детали могу дать. Почему какое-то кофе? Нет, я вообще кофе люблю. Вообще кофе люблю. Но есть кофе такие, которые я не люблю. Если вы вдруг со словом «кофе» используете «а», это будет вообще означать порцию кофе. То есть, вы можете в кафе сказать, что «а, кафе сельвуплей, дайте мне, пожалуйста, один кофе, чашку кофе». А так, я люблю кофе, я ненавижу насекомых, я обожаю, например, я обожаю книги. Разумеется, вы же когда говорите «я обожаю читать», ну пусть тут будет глагол, я обожаю читать или я обожаю книги, в значении, что я люблю читать. Есть 100% книги, их очень много, которые вы в жизни читать не будете. Но есть у вас такой момент, что вы, в принципе, человек, который читает. Скажите, пожалуйста, понимаете вот эту идею? Я люблю кошек. Подумайте о том, что вы любите в своей жизни или ненавидите. И когда вы эту фразу произносите, вы, в принципе, не думайте, что есть из этого какие-то исключения. То есть, ну, зачем сразу говорить, что что-то под это правило не подпадает? То есть, вот после глагола «любить» есть такая тенденция сразу говорить обо всём. Например, я люблю ходить в кино. Разумеется, есть кинотеатры, которые я не люблю, есть фильмы, которые я не люблю. Но в кино-то я люблю ходить. Вот я это обобщила. Мол, супер. Запомните, глаголы «любить», «обожать», «предпочитать что-то, чему-то». Вот даже такие фразы, кто-то как «кошки милые», «я люблю книги» и так далее. То есть, это всё обобщение. Вы у себя немножко ещё тоже в голове примеры построите. И когда вы это проанализируете, не с первого раза не волнуйтесь, что это не получается. Артекия у нас в русском вообще нет. Нам их трудно понять. Но когда вы несколько раз фразы построите, и поймёте, что да, действительно, я обобщаю. Странно сказать, например, «дэ ша сон меню». Это как получится «некоторые кошки милые». Это получается, что есть кошки, большинство даже, которые не милые. Или «жэмь, он кафе». Это получается, есть только один тип, если вдруг мы так построим, есть только один тип кофе, который я люблю. А вообще кофе невкусный для меня. Или, например, у нас какой-то пример. «Жэм, жэм, лё шоколад, жэм, а шоколад». Я только один тип шоколада люблю, а вообще шоколад трепеть не могу. Так как? «Детесте» правильно она написала, что ненавидеть. «Жэ, дэ тэст, жэ, дэ тэст, ну кого можно ещё ненавидеть необычного?» «Жэ, дэ тэст, а кафе». Я ненавижу один кофе. Здесь ещё как-то можно, вот один единственный кофе. Но если вы вообще кофе не пьёте никогда, и он вкус не нравится, и мало... Ну, бывают такие люди, кофе, кстати, есть такие люди, которые не любят кофе. То есть есть люди, которые не любят квас. «Жэ, дэ тэст, а кафе». Бывают разные типы кваса, но «Жэ, дэ тэст, лё кафе». Вообще вот это даже не предлагайте. В общем, подумайте. Я вам объясняю это долго и под такими примерами, потому что это очень важная тема. Если вы сегодня уже поймёте её и вот ещё неделю над ней подумайте и посмотрите, что было в прошлый раз, всё станет намного проще. И начинаем наш сегодняшний урок чуть-чуть вот прямо с темы, которая именно такая... Культура касается. Слушали ли вы что-то о Марсельезе? Что такое Марсельезе? На французском это называется «Марсельеза». Если да, ставьте плюсы. Я вам уже сейчас начну рассказывать. Марсельеза — это гимн Франции, как видно по названию, он у нас произошёл от города названия Марсель. Под этим видео в Ютубе, и здесь, наверное, чуть попозже, я размещу ссылочки на песню. Сейчас мы послушаем маленький кусочек, минутку. Но я размещу слова, размещу ссылочку на песни, на песню вот эту, может даже несколько вариантов, и немножко на страницу Википедии, чтобы вы почитали, откуда это у нас песня возникла. Потому что это очень важная песня, и можно даже выучить. Ну, я рада, что некоторые не выучили. О, не слышали, потому что хочется всё-таки вам новое давать. Так что давайте послушаем эту песню. Субтитры создавал DimaTorzok 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 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 И тут уже интересно. 70 по-французски это 60 и 10. 71, 60 и 11 и так далее. 60 и 12, 60 и 13 и так далее. Повторяй за мной. 70, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 и 84 по 20. 80, 81, 81 и дальше. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 80. И дальше, как обычно здесь, то есть как обычно, как было в 70, 90, 90. Это получается 4, 20, 10. 91 будет 4 по 20, 11. И так до 100. Повторяем. 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 и 100. Кажется сложно. Но смотрите, в принципе, мы с вами учим 30, 40, 50, 60. 70 это вы уже не учите. Вы просто запоминаете принцип, что 60 плюс 10, правильно? 80 вы тоже не учите. Вы просто запоминаете, что по-французски 80 это 4 по 20. Вы учите дальше только 100. То есть получается из всех этих чисел у вас получается 5, что ли? 30, 40, 50, 60. 100. У вас только 5 чисел, а остальное вы должны понять и запомнить, как это конструируется. То есть это легче, мне кажется, чем запоминать каждое отдельное число. И еще это помогает вам разогревать ваш мозг, понимать, что в разных вообще языках бывают разные конструкции. Вы расширяете вообще свой инструментарий, потому что именно того, какие возможности будут. Это отличное упражнение для головы, для развития мозга. Так что если вы это запомните, скоро вы запомните это, но чем быстрее, тем будет лучше и комфортнее вам. Так что вам нужно просто запомнить, что как у меня 70 говорится по-французски. Это значит, я беру 60 и 10, 60, как 73, 60 и 13, вот такие вот процессы должны у вас в голове проходить. А так тут 5 чисел только. И до этого мы с вами получили. Как я вам говорила, у нас всего 23, остальное все комбинации. Это ваша задача на наш урок. И смотрите, я тут вам хотела еще глагол дать, не буду давать глагол, потому что я не уложилась во время. Дам вам скороговорку, которую вам нужно будет выучить. И вы ее прям хорошо-хорошо артикулируете. У нас тема, в этот раз будет одежда, потом покажу, что мы с вами будем делать уже на следующий урок. Давайте повторим со мной эту скороговорку. Еще раз. И voilà. Что мы делаем с вами в следующий раз? Мы с вами еще будем делать упражнения по артиклям. Будем отрабатывать эту скороговорку. И цифры. Главное вам с понедельника по, получается, четверг эти цифры все будут. У нас будут диктанты лото. И всю лексику, опять же, учить. Можете все прописать, чтобы именно уже у вас момент сорфографии тоже уже закрывался. Надеюсь, что вы не очень устали. Будем держать вас в курсе. Сегодня и завтра будем еще пытаться делать прямые эфиры, пробные, технические, на YouTube. Если не будет получаться, то мы, значит, перейдем с вами в Facebook. Вот, в любом случае, напишем вам. Хорошего вам вечера и до скорого. Au revoir. A bientôt.